Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзоре, если уж не самый дорогой, то точно самый большой ресторан во всем Муйне. По площади он просто огромный, невероятное количество мест для посетителей и самое главное он на берегу. Да, здесь есть где разгуляться, менюшка у них тоже представительная, огромное количество аквариумов и так далее. Он был на реконструкции, поэтому мы его и не снимали. Отличительная его особенность, вот эта вот баночка пива. Раньше у них вроде было крафтовое, но сейчас мы спросили нет. Поэтому будем отъедаться морепродуктами. Здесь действительно есть где разгуляться. Площади в ресторане, конечно же, меня потрясают. Я не знаю, на какое здесь количество людей. Ну, на тысячу, наверное, учитывая еще второй этаж. Конечно же, здесь очень красиво, когда ты сидишь, особенно днем. Но и вечером тоже такая приятная прохлада тебя продувает и ты слышишь морской прибой рядышком. Это классно. Там еще и крабики внизу бегают, на них полюбоваться тоже классно. Но ты денег здесь оставишь, очевидно, прилично. А дело в том, что, например, чтобы прицениться, можно взять жареный рис с яйцом или жареный рис с чесноком. Обычно везде, где мы пробовали, он стоит 40-60 тысяч донгов. Здесь он стоит 110. Поэтому можно примерно понять, во сколько раз здесь ценник выше. Но я надеюсь, и качество блюд будет все-таки не такое, как в придорожных кафешках. Мы уже сделали заказ из пяти, там, скольки-то блюд. Будем дожидаться, когда нам будут все это приносить. Я надеюсь... Да нет, надежд нет. Они принесут, когда все приготовится, будут носить одновременно. Из хорошего. Здесь хорошие, нормальные столы с приятными стульями. Соответственно, я сижу, наконец-таки, действительно, по-европейски, а не на этих малюсеньких каких-то стульчиках, как это во всем Вьетнаме остальном принято. В целом же, ну, разнообразие приличное. То есть, выбор из морепродуктов, из прочего здесь неплохой. Ром, ты ходил сейчас, снимал аквариум, и я что-то мимо них пробежал. Там было чего-то? Креветки. Креветки. Раки, медведи. Ага, раки-медведки, да? Крабы. Крабы. И пару ломбстов. А, и пару лангустов. Ммм, не богато. Ну, короче говоря, аквариумы, значит, еще не набиты. Ну, впрочем, я и не удивлен, как бы действительно здесь куча народу сидела. Тогда бы, наверное, и аквариумы. Турист до сих пор еще в большом количестве не подъезжает. Ну, оно и понятно почему. Короче говоря, ребята, сегодня мы здесь оставим приличное количество денег. Но я надеюсь, еда, качество еды прежде всего нас порадует. Что ж, вот уже первые блюда начинают и подъезжать. И я думал, такое сейчас начнем что-то с легонького, салатика. Да, наверное, это действительно легонькое, потому что здесь морской огурец, грибы шитаки и, соответственно, какой-то вот салат. Я не знаю, это рамен или какой-то там другой. Но цена его 265 тысяч донгов. Это серьезно, господа. Естественно, мы будем кушать все вместе, поэтому у каждого в отдельную плошечку все будет наваливаться. И парочку листиков салата. Вот так. Это я отдаю Ромке Стуин. Соответственно, пускай дербанят. А я тоже начну пробовать. Прежде всего, конечно же, сам морской огурец. Эту штуку я как-то пробовал. Странная вещь. Сейчас попробуем, как они приготовили. Хрустит. Чеснока много. Сама по себе тушка, если можно так выразиться, морского огурца. Ну, практически безвкусная. Я ее ел в отваренном виде. Тогда она мне показалась склезявой. Здесь такого нет. Вы знаете, вот специально ради того, чтобы попробовать морской огурец, конечно же, вряд ли нужно заказывать такое дорогое блюдо. Он из себя ничего особенного не представляет. То есть, о, морской огурец, какая классная редкая штука. Ну, как улитка, которая, знаете, безвкусная, с интересной текстурой, но не более того. Сейчас, грибочек. А вот грибы могли бы получше приготовить. Гриб водянистый и тряпкообразный. Ну, как вату жуешь. Он все-таки должен быть хрустящий. Уж шитаки-то уж точно. Вот если бы гриб был как салат хрустящий, тогда было бы хорошо. В целом, на меня это блюдо не производит какого-то вау-эффекта. На мой взгляд, они откровенно испортили грибы. Вы знаете, вот я второй гриб сейчас съел. И могу однозначно сказать. Ну, естественно, они были сушеные. А по вкусу вы ничуть не ошибетесь, если в свое время сушили грибы, да или сейчас сушите, когда вот осенью набрали, засушили, чтобы зимой грибной суп варить. И вот ровно тот самый вкус, например, от подберезовика, который был сушеный, и вы его кинули в суп, он разварился. Текстура один в один, да и вкус примерно такой же. Ничем как-то специально выгодным это не отличается. По поводу же соуса, который, очевидно, загущен крахмалом. Нет, соус вкусный. Он грибной. Он с небольшим количеством травок. Имбирь. Кусочки даже имбиря попадаются. Пожалуй, соус самое вкусное, что здесь есть. Остальное же наполнение желает, оставляет желать лучшего. Если бы это было, как говорится, знаете, за полтинничек, я бы такой сказал, о, нормально. Интересно, почем салфетки. Нифрена себе, какие огромные. Качественные. Качественные. Соус мне действительно понравился. Тут однозначно над ним поработали и все остальное хорошо. Откуда такая цена? Ну, может быть, очень дорогой морской огурец. Это мы сейчас у Туэн узнаем. В целом же, ну да, если бы не так дорого, было бы вполне. Ну, согласись, да? Ну да. Ну, грибы единственное меня разочаровали. Помнишь, шитаки в японском? Конечно. Вот это были шитаки, да? Здесь как-то что-то у них с ними не задалось. Сейчас Туэн прожует, мы у нее спросим мнение. So, first of all, your opinion about taste at all? Taste very yummy. Mushroom yummy. Vegetable yummy. Okay. But silk cucumber demanding. Like nothing. Like nothing. But about mushrooms, it must be crispy, but in here, like you're chewing something soft, you know? No, no, no. This mushroom is like that. No, because last time we tried with Roma the same shiitake mushroom in the Japanese restaurant, and it was crispy, very good, yummy. What about the price? I don't know, it's only price, but for me it's expensive. Следующее же блюдо у нас ребра козы. И у них нет конкретной цены, они продаются за килограмм. То есть, ну, килограмм вы можете и не брать, естественно, но мы спросили, а сколько стоит обычно ребро? Он говорит, ну, 200 грамм где-то оно весит, соответственно, вот и считайте. 600-650 килограмм стоит, у них сегодня, по-моему, 650 килограмм стоит. И, соответственно, вот мы заказали три ребра. Мы забыли попросить их не рубить, поэтому они все, как обычно, нарубили, конечно же. Ну, вот я давайте какие-нибудь куски, где что-нибудь, что есть погрызть, возьму. Ну, вот давай, например, вот. Ну, ладно, хрен с ним, пускай будет так. Опять же, отдаю все в зал. Нет, я лучка еще немножко возьму. По-моему, это просто свежий. Ну, ладно. Да, серьезно, это даже не подмаринованный, это просто свежий лук. Это странно. По идее, это что-то должно быть типа 600 грамм такого плана. А, следовательно, в районе 450 скольки-то донгов стоить. Да, здесь есть соусы, но вот я так мыслю, что нужно прямо с ними сразу же и начинать. Ну, если это какой-то просто соевый, то вот этот соус, очевидно, интересный. Здесь плавает креветка, здесь плавает неизвестно что и неизвестно что. Вот в это неизвестно что давайте кусочек миската и макнем. Вот так вот. Ну, как обычно, уж очень много костей для такой дороговизны. Окей, ладно, все, на цену внимания не обращаем. Заценим сразу же вместе с соусом. Ну, коза достаточно мягкая. Ее, очевидно, заранее приготовили. Вы уж простите, я буду руками, кусочки очень маленькие. Тут при всем желании, наверное, палочками не разберешься. Особенно если захочется выковырить вот такую вот маленькую косточку. Слушайте, а вот здесь вот приличный кусок мяса. Ром, ты вот тоже себе брал, там мясо попадается нормально? Да, это просто соевый. Ну, чтобы сама коза обладала каким-то вкусом, то нет. Ну, козлячьим вкусом обладает, понятно. Такой специальный пикантный вкус у нее имеется. Соусы в тему, что один, что второй простой соевый, очень хорошо. Что меня радует, то, что она подготовлена заранее, она отварена, она мягкая. Она отварена, очевидно, в бульоне, потому что вкус все-таки у нее какой-то сохраняется. Осталось попробовать шкурку. Мясо есть. Пожевать, но, как говорится, сойдет. Какое-то мясо. Какое-то мясо. Просто так попробовать. О, трава интересная. Это как будто бы какой-то... На базилик похоже, как базил. Что я могу сказать в целом по козе? Да ровно такая же, как и везде. Ничем она крутым не выделяется. Мега какие-то супер особенные специи, соусы нет. Ну, мягкая. Обычно пожестче попадалось нам до этого. На этом все ее преимущества заканчиваются. Роман. Это вкусно, но это уровень обычной пивной забегаловки, где за это блюдо максимум 120 тысяч попросили. И, возможно, приготовили бы даже поинтереснее. Ну вот, а здесь это получается, соответственно, если мы... Три ребра взяли, это чуть больше, чем полкило. Пока не знаю конкретную цену, но, очевидно, это в районе, значит, там, 350-400 тысяч получается вот за эту порцию. И это, очевидно, многовато. И сырой лук даже не помариновали. Тут что-то подожди пока. Странная тема. А вы за счет чего хотите клиентуру-то в такие залы набивать? Ну ладно. У нас есть специальные блюда. Тут, смотрите, еще какая интересная история. Я говорю, ресторанные блюда, мол, у них есть с экзотическими вкусами. Потому что я хотел заказать сифудный салат с маракуйей, с пэшн фруит. Отлично. Вот на этом мы и остановились. Он самый дешевый, потому что он у них есть. Потому что перед этим самое первое, что я заказал, самый дорогой, естественно, чтобы вам показать. И это были гребешки с авокадо и клубникой. Они говорят, у нас нет. Я такой, хорошо, а можно мне тогда салат из кальмара с клубникой? У нас, опять же, нет. Очевидно, клубники у них нет. Вряд ли кальмара нет. И, короче говоря, вот так вот все перебрав. Да, у них есть салат ня, то бишь русский салат, оливьешка. За 190 тысяч. Нет, не хочу, спасибо. Поэтому мы взяли сифудный салат с маракуйей за 135. Не знаю, где он сейчас появится, наверное. Так что, видите, даже эксклюзивные какие-то специальные блюда, которые бы были вот с какими-то интересными вкусами. А у нас нет, а у нас нет. Что у вас есть? Коза с луком? За 3 тысячи денег? Ладно. Заканчиваем бомбить. Переходим к чему-нибудь более удобоваримому. А следующий у нас на очереди суп из устриц, который стоит 185 тысяч. Мы пробовали много раз такие супы. И, в общем-то, каждый раз, так открывайся, он был неплох. И, в данном случае, как мы обычно поступали, вот всю вот эту штуку, которую нам подавали, мы сюда перегружали. И я, было, собрался это делать. То он такая, нет, нет, ты что? Нужно, значит, в плошку класть. Я говорю, а как же тогда раскроются специи, чтобы здесь горячо? Он говорит, нет, в плошку. Ну, давайте попробуем, вот как она это хочет попробовать таким образом. По поводу количества же устриц. Здесь еще грибы. То есть это не устрица, это мошеный суп. Мошеный суп. Но здесь я вижу мошеные. А, и с грибами. Ну все, тогда я спокоен, да. Потому что я вот... А, да, вот одна устрица и куча грибов. А сколько устриц-то? Я думал, это все устрица, а оказывается, тут добрая половина это грибы. А устрица, походу, не богато. Ну да. Ладно, давай я еще одну устрицу вот так возьму. Ну и грибочков тоже. И, соответственно, зелень. И вот в этом смысле мне кажется, что здесь все это не разбежится нормально по вкусам. Нужно все-таки в общую, так сказать, кастрюлю все накидывать. Ладно, чего я тут? Давай, по-нашенски. Лучка. И перчика. И замесим. Это соломенный гриб. Похож на наши шампиньоны. Ну вот, все тоже себе попложки сделали. Давайте и попробуем сразу же. Ну и я для начала попытаюсь отдельно устрицу найти. Ладно, что первое попалось, то есть ем грибочек. Вот. Вот это хрустяшка. А вот и устрица. Вполне себе свежая. Неплохо. Теперь все вместе. Жидковато, Ром. Согласись. Но он вообще какой-то не такой, как должен быть. Да он какой-то, да. Без всего. Помнишь, на днях были, где сам дешевый устрица, там было намного круче. Да. Он вкусом не обладает. Это просто нейтральный рис, бульончик. Ну и нужно действительно откровенно признаться, что бедное наполнение. Ну то есть совсем немножко устриц. Вот эти вот соломенные грибы, которые стоят, сейчас скажу. Я у Туин спросил, она сказала, 20 донгов за 100 грамм. А 100 грамм это вот такая вот ложка жмения этих грибов. Ну жмения вот столько, да. Ну вот две жмения, значит, грибов. Это очень много. А сюда покрошили, ну не знаю, дай бог, 10 грибочков. Ну и вот трава с перцем. 185, господа, напоминаю. Вот я сейчас совсем вместе съел. С грибом, с этими отросточками, проростками. С луком. Это я не знаю, что там, мята или что-то. И я почувствовал только вот это. А вот этого вкуса вообще нет. Это однозначное разочарование. Вот я предыдущий ругал. А вот это самое плохое, что мы сейчас попробовали. Потому что здесь мало. Здесь нет вкуса. Вкус задается только вот этим. А это, извините, ну что это? Это что, ресторанная подача? А вот она тоже плечами пожимает, такая. Ну вкусненько, да, говорит. А на этом, собственно, все и заканчивается. Ну потому что, а что можно про это рассказать? Трава, перец, лук и рисовая каша без вкуса. С парочкой устриц на всю кастрюлю. Так скажу, устрица хорошая, свежая. Здесь вопросов нет. Ну, Антон говорит, много воды и дорого, да. Сифудный салат с маракуйей за 135 тысяч. Из сифуда кусочек кальмара. Креветка. Ну и возьму тебе немножко салатику тоже. Все полито мазиком. Ну, на этом разнообразие вроде заканчивается. Вот здесь какая-то еще кинза есть. Дербанти, господа, тоже. Соответственно, из сифуда-то не богато, если честно. Кальмар да креветка. Ладно, считать не будем, сколько там чего. Ну, признаться, выглядит, конечно. Трава как трава. Тут вы понимаете сами, что удивиться-то нечему. Кальмар. Но неплохой. Вполне себе хрустящий. Да, для салата самое то. Ну, креветка могла быть лучше, но сойдет очень даже тоже неплохая. Ну, к морепродуктам у меня претензий нет. Другой вопрос, что их количество, похоже, оставлять желать лучшего. Ну, ладно. Она уже наелась, она говорит, я не хочу больше. В целом, что сказать. Дороговато, но это обычная, хорошая штука. По крайней мере, морепродукты меня не разочаровали. Вот здесь еще одна креветка есть. Кусочек кальмара. А, тут помидорки черри имеются. Вот еще кальмар. Ну, может быть, где-то я что-то еще найду. В целом, неплохо. Единственное, что сихуду могло быть, конечно, побольше. Роман. Ну, есть можно, но ожидаешь намного большего в ресторане. И единственное, мне соус вот понравился. И все. Ну, то есть, нормально, хорошо, приготовлено, все здорово. Ну, только к цене претензий. Окей, поехали далее. Что ж, господа. Ресторан, прежде всего, заявляет о себе, что он морепродуктовый. Так на входе и написано. Поэтому попробуем морепродукты. Ну, по крайней мере, в салате они были неплохие. Что касаемо живых раков медведок. Я говорил, что это одна из лучших штук, которые вы можете здесь приобрести и попробовать. Потому что здесь съедается почти все, как вы видите. Ну, то есть, в отличие от лобстера, где голову отломил, как бы есть нечего и там только хвост. Здесь, считай, и в голове тоже куча мяса, поэтому можно съедать. Я вот половину по себе возьму. Сейчас как-нибудь это выковырю. Мы попросили на пару, потому что, как по моему глубокому убеждению, это из вариантов готовки лобстера, лангуста и прочих тварей, это лучший вариант. И дальше вы уже используете какие-либо соусы для того, чтобы придать дополнительный вкус. То есть, это должно быть прежде всего непередержано. И тот самый вкус должен быть. Вот, господа, тоже хватайте, а я быстренько замесю вот этот простецкий соус. Лайм и перец. Да. Что-то лайма-то пожадничали. Придется из второго соуса дольку вынуть. Ну, вот здесь хоть чего-то. Ну, придется руками, потому что у нас одна вилка на всех. Простите меня, пожалуйста. Для макания, удобства макания, я вот так вот сделаю. Для начала, конечно же, просто так. Угу. Да, это очень неплохо. Встречалось и посочнее. Здесь соки слегка убежали у них. Такое впечатление, что, может быть, чуть-чуть на пару передержали. Но это все равно остается одним из лучших блюд, которые можно здесь попробовать. Это очень вкусно. Да. Рома, они же здесь живые плавали, да? Да. Ну, вот, если это живой, который действительно поймали из аквариума и так приготовили, процентов на 70 из максимальной возможности они его приготовили. То есть, чуть-чуть потеряли. Но все равно это остается очень неплохо, вкусно и действительно достойная штука. Ну да. Ну что ж, я вот свою половинку съел с большим удовольствием. Это хорошо. Хотя, опять же, повторюсь, попадалось нам и повкуснее. Держи соус. Соус? Роман? Слушай, ну, когда он свежий, только что плавал, естественно, он плохим быть не может. Единственное, что не так, мне кажется, что в ресторане, когда он на пару приготовлен, к нему должно быть, ну, хотя бы 3-4 соуса раз. Вот тут я, пожалуй, с Романом соглашусь. Бедновато подача. Ну, по большому счету, что у нас там? Салатик какой-то, да? И вот этот лаймово-перечный соус. И на этом все. А где сгущеночный? А где какой-нибудь креветочный, да? Или какой-нибудь тофу вонюченький, например, и так далее. Ребята, это дорогое блюдо. Ну, облагородьте его разнообразием и так далее. Все-таки для ресторана, пожалуй, бедновато. Цену его я не знаю, это мы в конце узнаем. На этом у нас как бы все. Но я остаюсь в некотором недоумении. То есть, вроде бы, именно морепродукты у них неплохие. Что у них есть из морепродуктов? Еще интересного заказать. Я где-то видел ракушки Авалон. Это которые морское ухо, они называются. Они ползали там, не видел? Не видел. Или салат попросить оливьешку. Вот мы сейчас, даже не знаю, в некотором раздумии, найти какую-нибудь еще морепродуктину, либо оливьеху затестить, как они готовят оливьеху. Аром? Я боюсь, что плохо. Ты боишься оливьеху пробовать? Да. Тогда оливьеху давайте закажем. Дорого, пипец. Вот и посмотрим, что они в качестве оливьешки подают. Оливье нет. Давайте что-нибудь еще выберем. Я, честно говоря, теряюсь на догадках. Честно говоря, есть из чего выбрать. Ром, потому что Туин сегодня выбирал, я тоже выбирал. Держи. Теперь на твоей совести будет выбор. Смотри, сам что хочешь. Можешь даже не говорить мне, в чего выбрал, просто выбери. Посмотрим. Я сейчас тут говорил. Ну, хорошо, я понимаю, когда у вас нет клубники для какого-либо салата. Это я могу понять. А чего у вас нету для оливье? Морковки, картошки, яйца, там, с чем вы готовитесь, курица, говядина или чего у вас нет-то, собственно. И вы знаете, у нас не получилось выбрать какое-то финальное блюдо, потому что Рома листал-листал меню, посмотрел, что-то ему понравилось. Этого нет. Салата нет, этого нет. Но я взял меню, давай листать, нашел. Говорю, вот, отлично, есть какой-то специальный сухой рис с карамелизованным рыбным соусом. Вот, думаю, такого не пробовали, этого нет. Я говорю, а что у вас проще есть? Мы куда ни ткнем, у вас ничего нет. Ну, не сезон, туристов мало и так далее. Ну, короче говоря, мы не стали брать что-то, знаете ли, совсем простецкое. Ну, есть там грибной супчик за 30 тысяч донгов. Ну, и чего, и зачем, как говорится. Понимаете, в этом ресторане чувствуется былое величие. Да, это огромный ресторан с высоченными ценами. Но сейчас я не вижу смысла сюда приходить вообще. Из того, что ты не хочешь, я имею в виду из того, что ты хочешь выбрать, но этого нет в наличии. Тебе приходится выбирать только то, что у них в наличии имеется. И один фиг ты заплатишь очень много денег. Поэтому, честно говоря, из последних посещенных мест, это, пожалуй, самое большое разочарование, которое меня постигало. Я не знаю, когда здесь, в этом месте, что-то изменится, чтобы оно стало лучше. Ну, наверное, когда этот зал будет забит, когда это случится, неизвестно. У нас, по-моему, не так много было обзоров, где я говорю, вот в это место, значит, не ногой. Но вот пока что так. Сюда пока что, господа, не ногой. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Мы не унываем. Мы будем находить новые и хорошие вкусные места. И по итогу у нас получился чек размером в 1 миллион 827 тысяч, что, честно говоря, очень и очень много. Я хочу сказать следующее. Ребята, у вас огромный ресторан. У вас очень хорошее меню. Когда-то оно было. И, соответственно, если сейчас у вас так не получается работать, перепечатайте меню, сделайте его меньше. Но самое главное, не страдайте тем, что в качестве блюд. То есть, готовьте малое их количество, но то, чтобы это было вот так вот, и тогда вы не уроните планку. На данном этапе я могу сказать, что это огромное разочарование. Вот сейчас люди пришли, ну, мы уж не полезли к ним. Пускай они, как говорится, разочаровываются сами. Вот такие вот огромные деньги за, в общем-то, без особого удовольствия еды. Потому что тех же самых раков медведок вы можете поесть да где угодно. И, в общем-то, значительно дешевле. А уж что касаемо остальных блюд. Самого интересного нет. Вкусности нет. Ну, в общем, выше я уже все сказал. Спасибо еще раз, что смотрели. И до следующего раза. Надеюсь, будет вкуснее. Что-то какая-то... Здесь вон пожухлая трава. Непонятно. Вот это что? Вот здесь. Это в баню ходить. А? Мне тоже кажется, что это больше... Гоу ту баня, бебя. Сейфуд диггер. Ну, вот и все. Три кусочка кальмара и одна креветка. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!